Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня 10 мая, всех приветствую, поздравляю с прошедшими праздниками. Начиналась новая неделя, хоть сегодня 10 выходной, но мы уже, что называется, у станка торгуем, поэтому приступаем к работе. Давайте посмотрим календарь. Итак, сегодня 10 мая, понедельник, но сегодня уже заканчиваем, ничего особо интересного сегодня нет. Давайте посмотрим сразу вторник. Во вторник вижу только выступление председателя банка Англии Бейли, 19.30 по нашему, по Екатеринбургу. Так, значит, в среду. Обратите внимание на данные по ВВП по Британии в 11 часов утра. Ну, выступление опять будет в 14 часов, но я думаю, это уже не так будет значительно влиять на рынок. Измене запасов сырой нефти. Значит, изменения тут значительные достаточно, поэтому можно присмотреться на нефть, 19.30. На доллары, на нефть. Возможно, это новость повлияет. В четверг у нас праздники. Так, ну, вечером вот по Канаде выступление, по Британии выступление. Решение Банка Мексики по процентной ставке будет, поэтому, в принципе, экзотической пары по Мексике можно тоже поторговать. Итак, в пятницу ничего особенного не будет. В целом неделе, я думаю, будет спокойно, что, в принципе, хорошо и для скальпинга, для предсказуемого, скажем так сказать, скальпинга. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит в терминале. Посмотрим сегодня эфир, да, есть очень интересные новости по эфиру. Как вы знаете, может быть, слышали, капитализация эфира достигла 460 миллиардов долларов. Основатель Виталий Бутерин стал миллиардером. И курс, собственно, эфира превысил 4000 долларов, уже 400, как мы видим. И за последние, скажем так, полтора месяца он прибавил практически 100%. Поэтому всем советую присмотреться к этому активу. Специалисты, многие аналитики говорят, что он будет стоить и 20 тысяч, и 100 тысяч в том числе. Поэтому, возможно, он вот таким движением догоняет, скажем так, биткоин. То есть биткоин уже, скажем, свою волну сделал, теперь пошли альткоины. Есть такая тенденция, те, кто торгует криптовалютами, замечают, что сначала идет биткоин, потом догоняют альткоины. И наоборот. В данном случае мы видим эту волну. Что еще хочется сказать по эфиру? Вот я почитал новости, значит, в июле 2021 года планируется долгожданное обновление, которое Виталий Бутерин уже давно планирует, с 2018 года еще никак не введет. Поэтому, возможно, что там будет часть эфира сжигаться после этого обновления. И эфир может из-за этого еще больше подоржать. Как мы знаем, я вот на своем канале рассказывал о том, что эфир, он не имеет ограничения, в отличие от биткоина. То есть неограниченная эмиссия. Поэтому его стоимость повышается в том числе и с сжиганием. Ну и, понятное дело, популярностью. Так, давайте глянем, что можем посмотреть в рамках скальпинга. Вообще, мои скальпинговые стратегии, скажем так, они работают больше, да и не только мои, да, вот, больше в боковом тренде, скажем так. И поэтому я не очень люблю тренды направленные. Но все равно есть что посмотреть. Что я вот сейчас вижу. Эфир движется в формате волна консолидации, волна консолидации, да, как и любой тренд. Если рассмотреть его ближе, что называется, под микроскопом. И вот здесь видно, например, вот такие вот консолидации, да, вот, которые дают нам ступеньки для зеркальных, скажем так, линий сопротивления. Вот, конечно, он сейчас летит очень быстро, поэтому он просто даже не доходит, да, вот, как мы видим, не доходит до, собственно говоря, этих зеркальных линий. Вот он мог бы дойти, да, вот здесь, вот здесь он не доходит, здесь опять не дошел. Прямо сила очень большая. Я думаю, сейчас он немножко остынет, то есть скорость его замедлится, и он начнет лучше отталкиваться от этих зеркальных линий. Вот, поэтому главное присмотреться, да, инструментов много, но периодически какие-то инструменты начинают показывать хорошую волатильность, вот, и те инструменты, которые до этого не работали, начинают работать. Поэтому давайте присмотримся к эфиру, и вполне возможно, что в ближайшее время здесь будут вполне себе неплохие сигналы на входы. Ну, давайте сравним с биткоином, да, биткоин у нас, по сути, эту волну уже оседлал, сейчас пока что стоит на месте, ждем следующую волну, но сколько времени пройдет, неизвестно, да, поэтому... Даже хорошо, что он сейчас находится в такой консолидации, здесь как раз-таки вот этот боковой тренд, который я люблю, вот, и в нем биткоин, я думаю, будет лучше себя проявлять. Вот, давайте отметим линию поддержки, вот, здесь зона покупок у нас будет, также отметим горизонтальную линию, возможно, здесь он сделает небольшую коррекцию перед рывком вверх, ну, пока что, я думаю, все. Давайте посмотрим традиционные криптовалюты, традиционные валюты, точнее, вот, евро-доллар тоже у нас в пятницу, значит, залетел, и вот теперь стоит на месте, даже не корректируется, вот, было тоже такое зеркальное отскок, вот, чуть-чуть не дошли, но, в принципе, в зону зашли, вот, думаю, наверное, пойдет дальше вверх. Вот, но думать нам не обязательно по этому поводу, главное действовать тогда, когда цена дойдет до линии. Поскольку она здесь не до конца дошла, возможно, что она еще дойдет второй раз, поэтому, если еще второй раз дойдем, можно будет здесь еще раз купить. Видел комментарии там, что кто-то по моей рекомендации вошел в фунт, я уж не успел отследить, имейте в виду, что все мои рекомендации, они формата скальпинга, да, для тех, кто любит краткосрочные сделки, и поэтому, если вы заходите в сделку, то буквально час-два максимума она себя отрабатывает. Если она не отработала, то надо что-то предпринимать, уже либо закрывать сделку, либо присматриваться к ней в формате своего риск-менеджмента, смотреть, что с ней делать. Давайте посмотрим фунт, фунт тоже полетел вверх, такое ощущение, что криптовалюты приезжали доллар, и доллар теперь слабеет. На этом фоне, значит, все европейские активы пошли вверх. Пока что тоже, да, мы находимся в таком ожидании, вот эта вот линия сопротивления достаточно слабенькая, но, тем не менее, при таком сильном росте, возможно, даст хороший отскок. Если вернемся назад, конечно же, будем рассматривать вот эту зону, поддержки зеркальную. Все, пока что больше здесь каких-то более надежных сигналов давать я не буду, потому что в сильном тренде всегда резкие проколы, ложные пробои. Ждем консолидации. Ну, давайте посмотрим золото и нефть еще. Золото тоже дало стрелу вверх, сейчас консолидируется. В принципе, вот понемногу даже зеркальные линии отрабатывает. Вот сегодня уже отработало. Ну, так, краткосрочный скальпинг, скажем так. Что мы здесь еще имеем? Имеем здесь небольшую такую консолидацию. Вообще, вот эти зоны, да, кто любит, может быть, индикатор профиля рынка, то можно присмотреться просто вот к этим зонам. В них, скорее всего, если цена будет корректироваться, будут зоны покупок. Вот это вот я наблюдаю. Ну, и дальше по нефти посмотрим. Так. По нефти. Вот я тут наблюдаю такую вот линию, но она достаточно крутая. Если спустимся до нее, то тоже зоны покупок можно рассмотреть. Также надо учитывать вот эту поддержку. Поддержку можно рассмотреть, да. Ну, в общем, все пока что покупки. Если пойдем дальше вверх, то временная остановка, возможно, здесь на уровне предыдущего максимума. Все, на сегодня все. Всем желаю успешной торговой недели. Не забывайте про криптовалюты. Пользуйтесь акциями A-Markets на сайте. Торгуйте с удовольствием. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok